Роспотребнадзор Россия пытается вести на территории Таможенного Союза единый техрегламент на молочную продукцию, подобный действующему в Российской Федерации. Напомним, что по его нормам молоком имеет право называться продукция, полученная только естественным путем, а восстановленная из сухого сырья должна именоваться молочным напитком. Многие производители, чтобы не терять покупателя, осознанно отказались от сухого молока. Но с появлением Таможенного Союза, когда границы между государствами, входящими в него, стали практически условными, сложилась непростая ситуация. Недобросовестные импортеры, не боясь прежних таможенных проверок, снова начали поставлять молочную продукцию, несоответствующую нормам качества, которые предъявляет Россия. То есть до Таможенного Союза у нас были границы, у нас был контроль продукции на границе, отбор проб, у нас была сертификация этих предприятий. И это мобилизовало белорусских производителей к тому, чтобы быть очень осторожными и аккуратными, потому что, не дай бог, тебе не дадут доступ на российский рынок, это для них очень серьезная потеря. При снятии всего этого контроля, часть белорусских производителей, как производили добросовестно, так и продолжают производить добросовестно, а часть, к сожалению, увидели, что контроля нет, и начали, естественно, баловаться по качеству и по составу, точно так же, как, к сожалению, и наши производители, с которыми мы все время боремся. По этим причинам Роспотребнадзор и взялся за белорусскую молочную продукцию. Но это скорее исключение, нежели правило. Так как в рамках Таможенного Союза, со всеми его поблажками для товаров из стран-компаньонов, крайне сложно отследить, что сегодня поставляется под видом молока. Поэтому и неудивительно, что Российская Федерация пытается как можно быстрее ввести нормы своего техрекламента на все территории Таможенного Союза. Но в данный момент эта инициатива споткнулась об обеспокоенность казахстанских производителей. Широко используя сухое молоко, они боятся, что с введением единого регламента будут вытеснены со своего же рынка российскими и белорусскими компаниями. Действительно, вообще создание Таможенного Союза – это создание определенных, в том числе, и рисков для всех. Российские производители молочной продукции, белорусские производители молочной продукции имеют значительно больший потенциал, большие возможности, чем производители в Казахстане. Коллеги из Казахстана очень боятся, что у них просто не наберется достаточно сырого молока для того, чтобы соответствовать российскому техническому регламенту. Как же так получилось, что страна, которая когда-то кормила говядиной и поила молоком весь Советский Союз, сейчас практически неконкурентно способна в этом вопросе? Казалось бы, Казахстан – рай для животноводства. По определенным причинам в Белоруссии руководитель государства имеет личное, очень серьезное отношение к сельскому хозяйству и вкладывается они в сельское хозяйство значительно больше, чем в Российской Федерации. Что бы ни говорили, молочное животноводство везде и в мире существует только при двух условиях. Либо очень хорошие климатические условия, как в Латинской Америке и Новозеландии, либо мощная государственная поддержка. Поэтому развитие молочного животноводства Казахстана будет определяться самым главным, насколько государство Казахстана будет вкладывать. Все зависит от приоритетов, которые расставило государство. Можно было развивать уникальное молочное хозяйство, а можно было добывать нефть. Выбор был сделан, а компромиссы, видимо, не были предусмотрены. Субтитры создавал DimaTorzok